Очередной рейд по должникам за жилищно-коммунальные услуги служба судебных приставов провела в бывших общежитиях по адресу Карла Маркса 50 и Октябрьской революции 29. Долги жителей именно этих домов были в центре внимания на недавно прошедшем в администрации города совещании. В работе по взысканию задолженности активную помощь службе судебных приставов оказывают старшие по домам. Безнаказанным не останется ни один неплательщик. Посещение должников носит ежедневный характер. Арестованы за долги могут быть совершенно любые предметы, не входящие в неприкосновенный минимум. От мобильного телефона до личного транспорта. Поступает исполнительный документ к нам, судебный приказ. На основании его мы начинаем работать, делаем запросы. Все запросы уходят электронно. То есть, если должник работает, данные к нам поступают. Проверяем имущество наличия. Если имеется данное имущество, то производим арест данного имущества. Отправляем на реализацию. Но в основном должники у нас реализуют имущество сами. То есть, самореализация. Вообще, коммунальные платежи взыскиваются затруднительно достаточно. Потому что основная масса приказов, которые поступают к нам на исполнение, это приказы в отношении должников, которые нетрудоустроены. То есть, приходишь в адрес и фактически понимаешь, что взять-то ничего нечего с человека. В случае, если действия службы судебных приставов не имеют желаемого результата, применяются меры воздействия согласно Кодекса об административных правонарушениях. Нарушение должником законодательства об исполнительном производстве, выразившееся в невыполнении законных требований судебного пристава исполнителя, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тысячи до 2 тысяч 500 рублей. В случае неуплаты административного штрафа в срок, предусмотренный законом, это влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа на не менее 1 тысячи рублей, либо административный арест на срок до 15 суток. Если должника нет дома, либо он нас не пускает, зачастую бывает такое, что он просто не открывает двери, мы оставляем извещение. Также, если по базе у нас есть данные, допустим, телефон, то начинаем упорно названивать, приглашать к себе на прием. Ну, фактически тоже работаю, допустим, с такими должниками, которые нетрудоустроены. Ну, это приходят, должник, да, говорит, что вот нет у меня денег, ну вот нет, что хотите, то и делайте. Выносим требования, даем минимальный срок, допустим, дней 5, да, оплатить задолженность, вот, никаких мер он не предпринимает, выносим привод, должника привозят к нам и привлекаем к административной ответственности по 17.14, части 1. В дальнейшем можем привлечь по 20.25. Бывает такое, что не проживает должник по указанному адресу, то есть в приказе, допустим, один адрес, а фактически он проживает, я не знаю, там в городе Москва или еще где-то. То есть, ну, трудно очень, коммунальные платежи взыскиваются.